Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. О событиях в крае его столицы вам расскажут корреспонденты и мы ведущие выпуска Александр Морозов. Евгения Даровская. Смотрите сегодня в выпуске. Высотка на шестисотках. Новый вид мошенничества в сфере жилищного строительства набирает обороты. Вся проблема в том, что попытки пробиться куда-то, они... Это вот ты бьешься головой в закрытые двери. Самому старшему 100 лет, самому молодому 30, участники ралли «Пекин Париж» сделали остановку на территории края. Почему эти ноги наполнили? Это лучше всего с педали газа ногу не убирать. Красиво плывет. С чем Андрей Гречин вернулся из Монте-Карло? Жители региона стали на 178 рублей жить лучше. Постановлением администрации края установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2013 года. Согласно документу, стоимость потребительской корзины составила в целом по региону 6435 рублей. Напомним, при расчете прожиточного минимума используются данные об уровне цен на продукты, товары и услуги. Сюда также включены расходы по обязательным платежам и сборам. На основе этих данных определяется размер помощи малоимущим семьям, назначаются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и другое. Высотка на шести сотках. Такой вид мошенничества в сфере жилищного строительства набирает обороты. К примеру, только на Барнаульском рынке недвижимости за последние годы произошло свыше двух десятков случаев, когда на участках, предназначенных под возведение частного дома, недобросовестные застройщики поднимали многоэтажки. В итоге за каждой такой ситуацией обманутые покупатели, потерянные вложения и сломанные судьбы. Какие адреса при покупке квартир лучше обходить стороной, расскажет Елена Макаренко. Дмитрий проживает по адресу 4 Западная 27, в доме, который, как и соседнее строение, шесть лет назад приобрел дурную славу. Молодого человека вместе с женой и ребенком и еще почти двумя десятками семей пытаются выселить из квартир. Такое решение вынес суд после того, как выяснилось, у жилого здания нет ввода в эксплуатацию. Застройщик Игорь Афанасьев построил две многоэтажки на участках для индивидуального жилищного строительства. Сегодня эти здания признаны самовольными постройками. Вся проблема в том, что попытки пробиться куда-то, они... Это вот ты бьешься головой в закрытые двери. То есть ты приходишь, а тебе говорят, все нормально у вас, идите отсюда. То есть Калашников, начальник центра, у него до сих пор постится, что все законно. Абсолютно все законно. Дома Афанасьева проходили по документам, как трехэтажные с мансардой. По сути, это законно строить частные дома высотой до четырех этажей. А то, что в них десятки помещений, не смутило ни одно ведомство. Застройщик поделил имущество на доли, оформил каждую на себя, затем распродал их. А когда подлог выяснился, люди стали обращаться в суды на возмещение затрат. Требования истцов удовлетворили, но в итоге право собственности признали за обманщиком, у которого ни денег, ни имущества официально не имеется. Ситуация у нас такая тяжелая в этом плане, что ну а куда нам, ну какое решение. Если он нам деньги не отдаст, да, по закону, по закону, завтра должен приехать пристав и выселить нас. Из-за афер с высотками на шестисотках только за последние 10 лет пострадали тысячи семей по всей стране. На Алтае подобные ситуации возникают регулярно. К примеру, на днях власти Барнаула разместили на официальном сайте города информацию об очередном проблемном доме, у застройщика которого нет разрешения на строительство. Однако рекламу о продаже квартир в новом здании активно размещают на интернет-сайтах. К сожалению, случаев мошенничества на алтайском рынке недвижимости не становится меньше. И этот дом по адресу Логовская, 10Б – очередное тому подтверждение. Местные власти предостерегают, не доверяйте рекламе, предлагающей приобрести в данном здании квартиры. В отношении застройщика правоохранители уже начали вести проверку и готовится иск о сносе самовольного сооружения. Уже вынесены судом решения о сносе еще трех барнаульских многоэтажек, в одной из которых застройщик помещение гражданам успел распродать и получил прибыль. Но будут ли незаконно построенные здания все же разрушены, ответить однозначно не могут ни власти, ни надзорные органы. Сейчас руководство фирмы, соорудившей многоэтажки под видом частных строений, пытается направить ситуацию в мирное русло и переоформить жилую недвижимость в коммерческое, в административно-торговое здание. По Смирново, какова судьба людей? Судебный процесс идет. Мы сейчас судимся с застройщиком. Там администрация инициировала иск на снос, и решение это принято на снос. Просто там сейчас встречные исковые заявления, новые открывшиеся обстоятельства. То есть застройщик сопротивляется. Судебный процесс, точка еще не поставлена. Поставить точку, то есть отстоять права пострадавших владельцев квартир зачастую невозможно. Эксперты признают, из-за тотального нарушения местными властями норм и сроков оформления документов, слабого земельного и надзорного контроля, пассивной позиции рек-центра края, изменить ситуацию удается лишь в исключительных случаях. А при таком раскладе на улице рискуют остаться сотни барнаульских семей. Елена Макаренко, Александр Морозов. Наши новости. В Рубцовске стартовала пятая трудовая четверть под девизом «Нам до всего есть дело». В этом году в ней пожелали принять участие 650 детей. Подробнее расскажет Анастасия Юрина. Озеленение и благоустройство. На территории учебно-опытного участка «Чудо-сад», Центра внешкольной работы «Малая Академия» и города. Такими полезными, а главное нужными делами будут заниматься школьники на каникулах в рамках пятой трудовой четверти. И девиз «Нам до всего есть дело» выбран не случайно. Ведь эти ребята не желают бесцельно проводить время, а готовы трудиться на благо родного Рубцовска и приносить пользу. Кроме того, у школьников появилась реальная возможность заработать свои первые деньги. Дети привыкли трудиться летом, выполнять добрые дела, и за это они получают заработную плату и вознаграждение от Центра занятости. Я думаю, что это большое дело и замечательная акция, которая полезна всем. Ежегодно администрация города совместно с Центром занятости населения и работодателями решает вопросы летнего трудоустройства подростков. В течение каникул 650 школьников в возрасте от 14 до 18 лет будут проходить трудовую практику по высадке и поливу цветов и деревьев, а также благоустройству таких важных объектов, как пришкольные территории. Трудовые подвиги самые разные. Это живая капля, полив тех растений, которые произрастают на нашем участке. Это сбор оставшейся листвы после зимы. Это уборка территории и много-много других самых различных акций. Анастасия Юрина, Евгений Казаев. Наши новости. Количество пройденных километров – гордость для этих автомобилей. На их памяти дороги обеих мировых войн, шоссейные, раллейные трассы, бездорожье. Но и сейчас они не просто на ходу, а готовы соревноваться. 28 мая стартовала пятая ралли ретроавтомобилей Пекин-Париж. А 8 июня все автоспортсмены расположились на ночлег. Это была первая остановка на территории России в Алтайском крае. Подробнее Евгения Ижутова. Под их подкрылками пыль десятков тысяч пройденных километров. Самому старшему – 100 лет. Самому молодому – чуть больше 30. 96 ретроавтомобилей из 21 страны страдовали из Пекина 28 мая. Впервые в международном автопробеге принимает участие российская команда Алтайской Федерации Автомобильного Спорта. Участникам необходимо проехать на своих железных, а местами даже деревянных машинах более 12 тысяч километров за 33 дня по дорогам Китая, Монголии, России, Украины, Словакии, Австрии, Швейцарии. Первая остановка в России на озере Ая. Позади 4 тысячи пройденных километров. Каждую вновь прибывшую машину встречали аплодисментами. Но, пожалуй, больше всего ждали наших. Экипаж 412-го «Москвича» прибыл засветло. На тот момент барнаульцы шли восьмыми в общем зачете и пятыми в своем классе. Здесь получается так. Когда вам отмашку дали, что вы стартуете в этот день, вот жмете ногу на полную. Лучше всего с педали газа ногу не убирать. Для того, чтобы прийти вовремя, для того, чтобы показать минимальное время. Это для нас необычно, ново. И когда мы это осознали, мы начали потихонечку приближаться. Невозможно было не заметить, что первыми парковку заполняли классические автомобили до 1950 года выпуска. И только ближе к закату начали подтягиваться авто эпохи 60-70-х годов. Становилось все теснее. Машины прибывали и прибывали. Я купил ее 6 лет назад. Это была мечта. Машина 85, мне 52. Я купил ее 6 лет назад. Это была машина моей мечты. Досталась в хорошем состоянии. В поездках на столь дальнее расстояние не обходится без потерь. По словам организаторов, несколько машин сошли с трассы еще в Монголии. Но большинство из этих старичков все же бодры, хотя и нуждаются в ремонте. В импровизированном ремонтном цеху развернулась масштабная операция по реабилитации ретро-коня «Форд А». Управляет им команда из Новой Зеландии. Скажите, вам приходилось работать с настолько интересными экземплярами? Нет, впервой. Но это очень интересно. Ну вот первое ваше впечатление. То есть вы знаете, с какой стороны подходить к нему? Или вот просто все в новинку? Абсолютно все? В принципе, все в новинку. Но 10 минут вокруг походили и в принципе поняли. Все моторы одинаковы. У участников была целая ночь на отдых и ремонт, а рано утром с интервалом в 30 секунд машины отправились дальше. Финиш ретро-пробега намечен на 29 июня во Франции. Евгения Ижутова, Иван Дяблицкий. Наши новости. А теперь новости для тех, кто умеет считать деньги. Новое предложение от Восточного экспресс-банка позволит вам сэкономить, взяв кредит. Лучшим клиентам лучшие условия. Надежным заемщикам Восточный экспресс-банк делает отличное предложение. Получить кредит и сэкономить до 30 тысяч рублей. Банковский кредит – быстрая возможность воплотить в жизнь любые свои планы. Если у вас был или есть кредит в любом банке, и вы привыкли вносить платежи своевременно, вы можете воспользоваться нашим предложением и сэкономить до 30 тысяч рублей на переплате при получении кредита в Восточном экспресс-банке. Кредит от Восточного экспресс-банка – идеальное решение получить деньги на любые цели быстро и легко. Для того, чтобы оформить заявку, требуется только паспорт. Не упустите свой шанс осуществить задуманное и получите деньги всего за 15 минут. Стать клиентом нашего банка просто. Подать заявку можно, не выходя из дома, по телефону. 8 800 100 7100. Звонок бесплатный. Мы будем рады видеть вас в числе клиентов Восточного экспресс-банка. Получить дополнительную консультацию можно по этому же бесплатному номеру или в ближайшем отделении Восточного экспресс-банка. Таким было начало этой недели глазами корреспондентов информационной программы «Наши новости». На очереди обзор спортивных событий. Не пропустите также прогноз погоды. Ну а зрители краевой столицы еще ждет реплика Михаила Гундарина и специальный репортаж. Там, где начинается опь в селе Акутиха Быстроистокского района, когда-то был стекольный завод, один из лучших в России. После его закрытия жизнь маленькой деревни остановилась. И вот в интернете появилась информация, завод может вновь заработать. Татьяна Гладкова и Павел Лауронин отправились в Акутиху искать правду. Ну а мы, Александр Морозов и Евгения Даровская. Благодарим вас за внимание. До встречи завтра в это же время. Спонсор рубрики Барнаульская горэлектросеть Приплыл Андрей Гречин стал победителем первого этапа международного турнира в Монте-Карло на дистанциях 50 и 100 метров. Состязание называется «Мари Нострум». Главная особенность в том, что проходят они по системе на вылет. Сначала остается 16 спортсменов, затем 8 и так далее. В итоге в финал выходят двое. Барнаулец стал одним из них. Андрей вольным стилем обогнал японца Синри Сиура. Золотое время 22,05 секунды. Но на достигнутом Гречин не остановился. Пловец также завоевал первое место на дистанции 100 метров. Тут его время 49,09 секунды. Также на щите вернулись только уже из Абакана Яна Майдан и Екатерина Фурсова. В столице Хакасии состоялось первенство Сибири по шинке о кюшинкай карате. Девушки, в отличие от мужской половины, завоевали золото и серебро соревнований. Так в дуэли за первое место Яна уверенно выиграла у спортсменки из Новокузнецка и в пятый раз стала чемпионкой. А вот в бою Екатерины понадобилось два дополнительных раунда. Но и здесь ничья. Судьи сослались на регламент и назначили взвешивание. В итоге серебро досталось нашей каратизме. Соперница достойная. Тоже кандидат мастера спорта. Тоже участвует на российских, всероссийских турнирах. То есть, ну, как бы, немножко там уступает. Но, тем не менее, мы выиграем. Организация понравилась. Все достойно подошли к этому. Призы очень хорошие были. И само проведение. И как отношение к спортсменам, к тренерам. Отгремели фанфары и награды нашли своих обладателей. Закончилась Барнаульская спартакиада между студентами среднеспециальных и профессиональных училищ. По итогам общие тройки призеров СУЗов выглядят так. Как среди мужчин Алтайский государственный колледж обошел лишь по вторичным показателям конкурентов из промышленно-экономического, на третьем спортсмены строительного колледжа. Победителям и призерам вручены грамоты, а также кубки. Это сумма девочек плюс мальчиков. То есть, сложили девочек плюс мальчиков и получилось вот такой кубок большой. В этом году, например, волейбол и баскетбол до последнего никто не знал, кто станет победителем. Потому что равное количество очков где-то проиграли, где-то выиграли. И у всех понарастающий. На будущий год произойдет слияние двух лиг, пока название единому чемпионату еще не придумали. Говорят, что так станет еще интереснее следить за ходом баталий. Ведь команд будет больше, а призовых мест, конечно же, не прибавится. Кирилл Политов, Андрей Печоркин, Александр Морозов. Наши новости. Добрый вечер. За что так ненавидит единый государственный экзамен ЕГЭ? Велика ли в нем сейчас коррупционная составляющая? И что власти намерены с этим делать? Наконец, попал ли наш край в число наиболее подозрительных ЕГЭ регионов? Об этом и поговорим. Ну а начнем, как обычно, в понедельник с обзора прогноза событий на нынешнюю праздничную неделю. 11-12 июня в Москве пройдет учредительный съезд Общероссийского народного фронта, которому пророчат роль будущей суперпартии взамен Единой России. Делегацию края «Пять человек» возглавит Александр Лазарев, известный врач и региональный лидер фронта. День России 12 июня будет отмечен большим фестивалем на Бирюзовой Катуне в программе «Народные гуляния и выступления звезд». Фестиваль обещано сделать ежегодным. Партии отметят праздник своими мероприятиями. Итак, про самую актуальную притчу в языцах, не политического свойства. Ну нет-нет, я не про ту, которая касается только двоих экс-супругов, я про ту, которая касается миллионов. То есть про единый госэкзамен ЕГЭ. Уж как его не чистили, не чистят. И по гибелю-то для традиции отечественного образования, извращением самой сути глубоко уважаемых учебных дисциплин. Отметились, я скажу иначе, попиарились, поспекулировали все, кому не лень. Но караван-то идет. На начавшуюся неделю выпускники сдадут последние предметы – общество знаний, химию, литературу, географию. Но главное – обязательные, да и многие другие предметы уже сданы. По двум обязательным предметам – русскому и математике – ЕГЭ писали в крае около 13 тысяч выпускников. Значительно меньше по биологии и истории – две с небольшим тысячи. А по информатике – всего 500 с небольшим человек. Я-то считаю, что ЕГЭ в его нынешнем виде, который здорово подкорректирован в сравнении с первыми образцами, штука правильная. Вот уж поверьте мне, человеку, сдавшему кучу экзаменов, а потом и принявшему их в десятки раз больше. К ЕГЭ не подготовишься толком, конечно, за одну ночь, в отличие от традиционных-то форм, и не обаяешь комиссию красотой или красноречием. ЕГЭ сейчас учит не только запоминать, но и сопоставлять, и анализировать. Впрочем, и ловчить, как любой экзамен. Да что там, как любое дело в нашей стране. Да, наши выпускники учатся выживать обстановки коррупции. Тоже найти экзамен. Варианты ЕГЭ оказались в сети интернет раньше, чем у экзаменационных комиссий. Говорят о коррупции на уровне Федерального министерства региональных управлений по образованию. Еще одним распространенным нарушением стало списывание со всевозможных, включая электронные шпаргалок. Да и без подсказок со стороны учителей, как пишут СМИ, не обошлось. Тут я замечу, что сами варианты ЕГЭ в интернете беда совсем небольшая. Я имею в виду варианты вопросов, которые не один десяток в каждом варианте, без ответов. Ответы тебе приходится искать самому, причем нередко буквально за одну ночь. Тем самым ты прекрасно готовишься по всему курсу. Я бы предположил даже намеренную утечку. А что, педагогически это в известном смысле даже оправдано. Ну вот другое дело махинации на уровне самих экзаменационных комиссий и немыслимые баллы, которые оказываются то у детей чиновников, то у наших кавказских сограждан. Власти пытаются этим что-то делать. То это правильно. Вот только успешно ли или как всегда? Власти намерены перепроверить результаты ЕГЭ во всех республиках Северного Кавказа, Брянской области, Москве и Московской области и ряде других регионов. Из сибирских регионов подозрения вызвали результаты ЕГЭ по русскому языку в Кемеровской области. К Алтайскому краю пока претензий нет. Ну а реплика сегодня звучит так. Я считаю, ЕГЭ как способ проверки знаний выпускников превосходит прежние методы и возвращаться к устным ответным сочинениям просто глупо. Ну будто бы не списывали раньше, еще как. По себе знаю. А бороться с вариантами в сети следует одним способом официально публиковать их. Все варианты числом, допустим, 15 в открытом доступе решишь задание. Это весьма непросто. Ты подготовлен к тому варианту из 15, который достанется именно тебе. Все по-честному. Увидимся в пятницу. Уникальный мастер посадил в бутылку петушка. Если налит туда жидкость, то стеклянная птица заберет в себя ровно 50 граммов. Когда графина пустеет, отдаст их обратно, как раз к утру. Заначка, знаете ли. Когда-то эта бутылка стояла дома у Геннадия Тонышева. Он петушка придумал и сделал. Заядлый стекловар из Быстроистоковского района всю жизнь создавал хрупкие шедевры. Про него говорили. Золотые руки – редкий талант. Данила – мастер просто. Меня учил один, Павел, фамилия, мастер. Он говорит, я, говорит, 50 лет уже учу. Таких мастеров не видал, как я. Я всю жизнь отработал тут. И развалились. Все. На себе дрова возил, чтобы завод работал. Вот. Вместе с женой Раисой Александровной встречают гостей. На столе обычная посуда, все раритетное, раздарил. Говорит, пусть люди знают, что когда-то делали такие вещи. Себе оставил только пиалу под конфеты. Такой бирюзовый цвет стекла был визитной карточкой Акутехинского завода. А сам он был одним из четырех лучших по России. Сейчас от завода остались одни осколки. Точнее, эрклез. Это вареное стекло, которое находилось в печах. Его доставали, мыли, перерабатывали и опять пускали в ход. Несостоявшиеся графины, блюда, банки валяются. Прямо под ногами. Люди просто разбирают для декоративных целей. Дома в полисаднике украшают свои посадки и так далее. А больше так она никому не нужна. Вот выпускающий цех. Здесь Геннадий Владимирович сделал петушка. И много чего другого за более чем полувековой стаж. Сейчас ему 86. Если бы завод восстановили, пошел бы работать. Учил бы молодых всему, что сам умеет. В то, что так будет, не верит. Я родился тут. И состарился тут. И работал здесь. Больше нигде. Смотрите, какая находка. Что это, салатница или вазочка? И не установишь. Возможно, ее выкинули как производственный брак. Для нас же это ценная вещь. Ценная не в плане денег. Скорее всего, это изделие из последней партии. Глава Кутихинского сельсовета Ирина Усова рассказывает. Последний выпуск продукции был в 98-м году. Завод закрыли в 99-м. Сейчас в интернете на Барнаульском сайте новостей есть информация. Но в настоящий момент там имеется одна печь в исправном состоянии. Ее можно использовать для производства цветного стекла. Возможно, она где-то среди развалин. Искать смысла нет. Сами видите. Посмотрели это в интернете, допустим, год назад. Вы теперь своими глазами увидели, что за год это невозможно разрушить. Правильно? Поэтому непроизвольно встает вопрос, что это не за один год сделано. По словам экспертов, восстановить завод просто нереально. Требуется слишком много денежных вложений. На ремонт, оборудование, строительство дороги, закупку сырья. Смысл, конечно, есть для села. Для бизнеса, видимо, никакого. Акутяне очень, с одной стороны, сожалеют, что его нет. И очень мечтают, чтобы он возродился. Но пока жизнь Акутян архисложная. Его значение для восстановления Акутихи вообще трудно переоценить. Заводом, точнее тем, что от него осталось, больше всего интересуются туристы. Приходят на развалины и разбирают ирклез на память. Красивый же. То немногое, что осталось от ассортимента, хранится в музее. Свою находку мы тоже принесли сюда. На этих полках есть и вещи, которые сделаны руками Геннадия Толнышева. Сделано все там же, в Акутихе. Если вы хотите подарить нам эту свою замечательную находку, мы с благодарностью и с низким поклоном ее примем. Потому что нам дорого, правда, очень дорого все, что связано с Акутихинским заводом. Потому что был когда-то славой Алтая. Одним из славных предприятий Алтайского края. И вот мы где-нибудь здесь ее и пристроим. На полках рядом с петушком и квашней стоит теперь салатница. Экспонатов стало больше, а надежды вообще не осталось. Завод умер. Зато память жива. Еще из Акутихи мы привезли с собой сувениры. Уже не для музея, а для себя. Вот эту вазочку и кусок ирклеза. Все нашли на территории завода. Теперь их место здесь, в Барнауле. Во-первых, памяти командировки. Во-вторых, о некогда грандиозном производстве и мастерах. Они уж точно достойны, чтобы про них не просто знали, а помнили. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин. Наши новости.